друзья я всех вас приветствую те кто не знают те кто попал случайно это канал адам кавендиш ничего общего нету здесь с еврейской скажем так культурой или технологией жидомасонской как многие считают это просто ну скажем так по приколу творческий ник и так я продолжаю начатую тематику она будет не очень часто но время от времени когда я обладаю временем свободным когда у меня хорошее настроение как сегодня тематика скажем так блендер исполняет наши мечты и между прочим несколько слов существует группа людей сообщества людей можно сказать которых можно отнести уверенно к классу блендеристов знаете а почему бы и нет например есть же категория трактористов есть категория юристов а почему не может быть например сообщества людей блендеристы то есть это люди которые в принципе ну то что они творческие это бесомненно это раз во вторых они ленивые на глупости не особо гуляют по улицам не особо любят стоять в очереди в магазинах так далее они свободное время разумеется именно свободное время потому что все зарабатывают кузов хлеба всем надо как-то жить крутить хвостом но когда время свободное то они все зависают за компьютером они открывают свой любимый блендер и я напоминаю программа бесплатная раз программа с прекрасными обновлениями которые уже прошла и до сих пор обновляется это два обязательно с открытым исходным кодом то есть если вы программер пожалуйста подгоняйте под себя вносите корректировки новшества ну делитесь в конце концов с другими братьями своими блендеристами то есть здесь я поэтому и говорю что реализуются и исполняются ваши мечты сегодня маленькая такая тема затронутая это анимация танцующей девчоночки такая знаете своеобразная girlfriend и фишка в том что понятно что я не открываю новых технологий потому что в принципе они всегда разные есть и стандартные а есть и вечное новшество изменения но надо понимать что когда мы хотим какую-то сцену построить что-нибудь создать что-нибудь такое знаете симпровизировать то никогда например не надо поступать к этому по идиотски по дурацки так просто лишь бы аля аля надо конечно же сделать какой-то такой вот как говорят бизнесмены бизнес план то блендеристы говорят творческий креативный идейный план что это значит вот например я в своей сцене которую я покажу чуть позже продемонстрирую я решил сделать танцующую девочку где-то на фоне такого знаете средневекового такого древнего пейзажа то есть видны скалы виден свет из пещеры дальше девочка танцует и вокруг вот эти будут башни замков кирпичные стены такое вот тускло такое вот хоррорное освещение это все покрыто дымкой тумана как обычно то есть этот наш известный мист фок туман это по-своему в синематике такая вот знаете прикольная фишечка и неотъемлемая часть конечно же сцены блендерной сцены которые мы с вами выстраиваем если вы посмотрите на свои экраны то я вам сейчас демонстрирую несколько скажем так скриншотов того как проходило построение вот этой вот моей сцены а именно мы можем видеть сейчас что я эти скриншоты сделал для начала вам в таком как я его называю сыром рендере то есть это рендер в котором мы прекрасно видим все наши мэши то есть наши модели которые мы с вами смоделировали или использовали определенные библиотеки в конце концов и мы выстраиваем с вами сцену которая напоминает чем-то театр может быть театр по-своему кинотеатр где мы видим что у нас есть определенная такая вот тематика вот они проходят здание вот он ландшафт вот они горы на заднем плане если будете внимательны вы увидите что любой блендерист иногда не то что облегчает себе работу скорее всего ему не лень а наверное снимает нагрузку вообще самой системы и иногда задний план который является вторичным второстепенным мы не будем на него слишком сильно тратить много сил и не будем заморачиваться мы просто используем некоторые хорошие фотографии в высоком разрешении например той же пещеры которые там где-то просвечивает солнце и проникает этот внутренний пещерный свет поэтому это задний план что-то вроде как экрана кинотеатра который мы с вами подсвечиваем выбираем конечно же свет необходимое освещение лампы ракурс силу по ватности интенсивности холодный свет теплый свет и это все дело мы расставляем в сцене поэтому при наблюдении вот этих вот всех деталей мы видим что она не хаотично появляется а конечно мы выстраиваем ее идейно то есть мы вот с вами рассматриваем различные ракурсы и начинаем понимать что вот примерно где-то вот в этой вот скажем так фишечки нас устраивает сцена мы можем ее взять как за некоторую математическую точку камеру выставить именно по этому ракурсу и отсюда именно с этой точки с этого угла обзора мы с вами конечно же и захватываем нашу сцену которую будем анимировать что касается анимации я сделаю отдельный урок или скажем так отдельное видео это не назвать уроками где я расскажу лично как я подхожу к анимации и я делаю два варианта один конечно приходится заморачиваться это расставлять все эти вот кей фреймы ключи где надо будет конечно же менять положение своего персонажа нога двинулась нос швырнул глазик открылся закрылся ручки повернулись развернулись а второй вариант который я всем рекомендую и поверьте все уже переходят на это потому что в этом есть технический прогресс это конечно помощь так называемых нейросетей или искусственного интеллекта который позволяет нам очень сделать во первых качественную анимацию во вторых это экономит нам колоссальное количество времени и в третьих это конечно же скажем так огромная возможность различных способов подойти к анимации и сделать их и непредсказуемыми и экстраординарными нестандартно как обычно это принято то есть мы немножечко отходим от классики и делаем все по экспромту но такой экспромт который принципе работает как нежданчик никогда не знаешь действительно каковы интересные трюки можно вот в этой вот анимационной различной программе предположим о которых я поговорю как нибудь в следующий раз мы можем с вами симпровизировать различные и при этом я бы сказал не очень-то и легкие а по-своему сложные сцены и так замок как вы видите сзади горный пейзаж такой вот определенный свет проникает посередине всей этой сцены находится девочка которая будет танцевать поэтому в конечном итоге когда мы собрали всю эту сборку я приглашаю ваше внимание на экран смотрим вот эти вот пусть даже пару кадров пару секунд но все-таки завершенную собранную сцену внимание на экран и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok